Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать на нашей трансляции! Для вас комментирует сегодня Каспер, друг, и, собственно, минимум времени мы готовы начать трансляцию. Роман появится через несколько секунд, и, как, собственно, и полагается, мы будем комментировать СС Регион, команда Вега против коллектива TheBrestMans, поэтому все, внимание на экран, давайте посмотрим немножко дотки. Рома, ты здесь, ты на связи? Ей, я здесь. Отлично, я, представляешь, я уже все-все сделал, все отлично, все показываю, в какой-то момент понимаю, что я забыл тебе позвонить, и думаю, как же ты будешь на связи. Здорово, как у тебя настроение, как дела? У меня все замечательно, у меня все замечательно, я готов, наконец-то, поработать, наконец-то, готов посмотреть дотку соревновательную, и ее покомментировать, что очень-очень важно, потому что был небольшой у нас перерыв, но сейчас трансляции возобновляются, следовательно, будет очень-очень много нас всех, турниров будет также, приличное количество квалификаций самых разнообразных, в общем, будет интересно. Да, по коллективам, которые играют, Вега против Бреста Мэнс, Бреста Мэнс, я думаю, про Вегу вам ничего рассказывать не надо, коллектив известный, что касается Бреста Мэнс, это белорусская команда, Динамо Брест, коллектив, спортивный футбольный клуб, у которого там долгая и достаточная история, но в рамках этого государства, и подписали сборную по Дота 2, все белорусы, все играют, пока успехами особо не балуют, последние матчи поражения, 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 поражения. Да, причем последний матч официальный фактически месячной давности, то есть, ну, по крайней мере, по моей статистике, так что видно, ребята не слишком часто выступают, но понятно, для того, чтобы такие команды где-то играли на турнирах, нужно проходить большое количество квалификаций, не всегда это удается сделать, и, следовательно, не всегда вы доходите до финальных этапов, которые уже начинают обозревать различные статистические, аналитические сайты. Ну, вот, кстати, извини, вот касательно еще, в принципе, подразделения и спорт у Динамо Брест, то у них тут очень-очень все серьезно, у них есть подразделения по FIFA, по Counter-Strike, помимо Доты, и вроде как парни серьезно намерены продемонстрировать свои силы в киберспортивном направлении, но насколько это будет качественно и хорошо, посмотрим. Обычно, насколько я знаю, у футбольных клубов с инфраструктурой проблем особо нет, потому что, как ты уже верно сказал, да, это такие возрастные ребята, я имею в виду сам клуб возрастной, следовательно, ну, все должно быть на мази, я имею в виду организация, менеджмент, там, вот все эти внутренние, вся эта внутренняя кухня. Но еще нужны хорошие игроки, и насколько они хороши, сейчас посмотрим. Да, будем надеяться. Вега в любом случае на ходу, у Веги все более-менее неплохо складывается, и побед громких особо не было в последнее время, там, на Кэптонс Драфта не поиграли, ну, так, средние результаты показали. Но, в общем-то, понимаем, что разница между коллективами должна быть серьезной, и опыт за всем этим, и багаж, там, знаний по игре, ну, о чем говорит здесь такие именитые персонажи Вега-Сквадрона, а касательно Бреста Мэнс, ну, едва ли, я думаю, наши зрители сильно знают, кто эти ребята, даже на Ликвипедии инфы по ним просто нет, как и по команде, очень мало информации. Информацию можно найти, по сути, только на сайте Динамо Брест, вот, где и описаны, как раз там, имена, фамилии, там, фотографии прилагаются также, но, по большому счету, да, больше каких-то других серьезных официальных источников, ну, я имею в виду наших дотерских, да, баз данных, нигде они толком и не числятся. Ну, а касательно матчей, тоже уже говорили, что вот у меня, например, последние, как ты уже верно сказал, там, практически все идут поражения, против Клавис Аурея у меня вот последний матч зафиксирован на ProDotaCup, и, да, вот еще квалификации там были на ВЦА закрытые, но везде, везде, везде поражение, 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 поражение. Да, тяжело. Но, знаешь, меня всегда радует, когда появляются новые коллективы неизвестные, в частности, вот Заяц, представитель такого коллектива. Я очень много о них говорил, о команде NoLifer, и они мне очень нравились, они достаточно не примелькавшись, это кыргызский коллектив, и Заяц, собственно, Кыргызстан представляет, позже это были MVP Revolution, так вот, когда эта команда появлялась, они удивляли интересными драфтами. Они имели силу, потому что, ну, хорошо там дружны друг с другом из одной страны, я так понимаю, возможно, друзья, возможно, там, тысячу лет играют в компьютерных клубах вместе, и у них очень интересные драфты были, нестандартные комбинации, какие-то наработки, знаешь, которые чуть ли не на скамейке. И чувствовался запал, вот, знаешь, этот запал, с которым парни приходили на каждый матч, и было понятно, вот сейчас будет мясо, потому что они, вне зависимости от того, кто стоял перед ними, они всегда шли, воевали, и зачастую у них неплохо получалось. Да, да, фантазия подключалась, потому что коллективы, которые заранее слабее, а касательно этих коллективов, мнение комьюнити, вот там, на разных источниках, ну, чуть ли не один к шести в пользу Vegas Squadron, это понятно, это логично. Так вот, понимая, что играешь против такого серьезного соперника, который по скиллу тебя явно размажет лоб в лоб, надо подключать фантазию, надо что-то сочинять, надо удивлять. Да, да. Был бы БО-1, наверное, можно было бы удивлять еще выше, но это БО-3, поэтому Vega, Vega, конечно, на коне должна быть здесь, на акуле. На акуле верхом, да, в теории, в теории, конечно, победить практически невозможно. Сейчас будет белорусом, но все же, чем черт не шутит, всякие у нас бывали ситуации, хотя вот я гляжу сейчас на драфт, и мне у Vega все достаточно сильно нравится, и очень сильный корр, и бомба под него также неплохая, причем даже не в одном виде, а и Шторм Спирит, и Кентавр подходят классно. Даже с Ио можно периодически влетать. Ну, то есть все вот друг с дружкой очень круто взаимодействует, это, конечно, нравится. Да, что касается Бреста Манс, мне интересно, будут ли они обузить схему с Бэйном, герой будет ли занимать корр позицию, у нас есть Биста, у нас есть Герокоптер. По идее, центральная линия пока не показана, и у меня есть подозрение, что, скорее всего, Бэйнф мид сильный пандер. Он уже не такой сильный, потому что поменяли местами ведь таланты, если я все верно помню, и сейчас у него талант на похищение урона на 15 уровне. То есть сейчас ему, он становится достаточно поздно вот именно тем самым убийцей, которым он являлся ранее. Вот когда еще там, ну он буквально недавно на нем играл в центре. Вот, да, там просто приходишь с Масков Мэднес, у врага минус 120, у тебя плюс 120, и ты просто уничтожаешь. Нет, герой-то не лишен смысла и до 10-го, до этого таланта. То есть он и так хорошо стоит линию. Ну да. Всегда славился, что линию шикарно стоит. Даже непонятно, что потом с ним делать, но так-то он стоит. Для этого просто не обязательно забирать корр-позицию. Вот в этом и суть самого Бэйна. Он очень хорош, даже имея в арсенале просто тапок. Вот я думаю, можно у Алексея Березина спросить. Он специалист по тому, как выживать в экстремальных ситуациях, играя на Бэйне. Имея NetWars 1200 на 89-й минуте. Да уж, скорее всего, Бэйн это саппорт-позиция, пятерка, четверка Сент-Кинг, потому что добирают Queen of Pain для Асохи. Ну, в общем-то, я с тобой согласен. Вега-Сквадрон достаточно стабильный драфт. Все в руках того же года. И Алоха Дэнсом уже неоднократно видели опыта, хоть отбавляя у этих ребят. Поэтому пока, конечно, трудная задача перед Брестоман стоит. Но чем черт не шутит, команда новая, свежая. Может и правда какие-то интересные задумки, агрессивная игра, как мы это привыкли видеть от молодых коллективов. Я больше хочу посмотреть за игрой Ио, потому что сейчас все мои самые дикие фантазии, вот спасибо Айсфрогу, он воплощает их в жизнь. Потому что он подарил Ио замечательный талант на то, что цель, которой он притезерен, имеет эффект аганима на своих способностях. Ну, если таковые имеются. И тут может быть Шторм Спирит с аганимом. Это же просто огонь. Да, это здорово. Это действительно здорово. И станчик этот на тезере. Ну, короче, обрадовали. Виспа. Нет, вот я прям по поводу виспа очень-очень рад. Потому что я реально видел, как вот на героях, на которых аганим очень непопулярен. И это просто лишний слот занимает лишних 4200. А тут тезер нажал, вот тот же Бристлбек, например. Он сейчас нереально мощный. Потому что его гушечка по всем, она достаточно сильна. Но ты не покупаешь аганим, потому что у тебя намного больше набора артефактов, которые для тебя жизненно необходимы. Все эти там вангварды, или абиссалы, кримсонгварды, шивы, керасы. Вот все эти вещи. Ты их пока насобираешь, твой аганим, он уже фактически не нужен. А так у тебя есть всегда просто бонусный летающий рядышком аганим. Это очень сильно. Причем это появляется всего лишь на 15 уровне. Да, интересно. Достаточно интересно. Ну что, будем наблюдать за этим матчем. Тут, конечно, я сейчас на слоте обсервера. Мне кажется, переплюну любого обсервера. Я буду проверять, как ты будешь всех переплевывать. А, ты видишь? Ты же не видишь, где я... Конечно, конечно... А, у меня есть. У меня на мини-карте вообще-то показано, где ты камерой водишь. Ну, следить постоянно ты явно не будешь за мной. Я надеюсь. Я всегда за тобой слежу. Пожалуйста. Даже тогда, когда ты этого не ожидаешь. Отлично. Окей, ладно, что я ел на обед? Я тебе потом расскажу. Это не для эфира. Ты реально видел. Ну что, поехали. Стречка, да. Готовится в центре. Сейчас мясо будет. Сейчас будет мясо. Или не будет? Нет, кажется, все-таки будет. Потому что Сэн Кинг всех видит. Да, естественно, подкоп очень-очень коротенький. Бэйн Нисон ничего не изучал. Ну и так, просто встретились, разбежались. Ничего интересного. Да, зацепить в итоге не удалось. Ну что, в любом случае, встреча не состоялась. Я думаю, на баунти-рунах тоже агрессии мы с вами не увидим. Что касается вардинга. Вард, Апсерв поставили себя в центре. Век-эсквадроны поставили во вражеском лесу вард. И аналогичный ответ в центре. Чуть-чуть похож, по крайней мере. Вард от команды Забристом Экс. Да, да, да. Ну, кентавру там далее достаточно свободно вард поставить. Его никто не видел. Ни кентавра, ни вард. И да, вот я смотрю. Смотрю, вот с каждой игрой команды пытаются прощупывать патч все лучше и лучше. Интересно, как вообще, вот что будет происходить через месяц, знаешь? Потому что вначале ты вроде бы замечаешь какие-то новые фишки, а потом кажется, что все, больше придумать нечего. Но проходит месяц, два-три мета кардинальным образом меняется, даже учитывая то, что никаких глобальных изменений не было. Ну, вот вспомни, там, появление некрофоса, веномансера, пугны и вайпера. Ничего не менялось. Вот ничего не менялось, но в один момент просто игру, как говорится, да, этот пазл решили. И все. Мета была найдена, и в итоге, да, нужно было что-то менять. Да, к ним надо было адаптироваться. Вообще адаптироваться надо к патчу. И обычно вот фишки, о которых ты замечал, их используют, но вот исключительно как фишки. Как это в продуктивное русло, да, вот максимальный КПД найти меты, найти максимальный КПД патча, как использовать героев с умом, новые комбинации, там, новые какие-то схемы, стратегии. Это действительно гораздо позже. Но у нас зажали автолайфа. Автолайф пока не печалится на эту тему. У него куча деревьев, тут проедай не хочу. Ну, вроде как неплохо урона вносят, но живет. Василий живет, едва ли смогут забрать его. Он, Герыч, конечно, очень хорош для того, чтобы пробивать таких жирных героев, как Кентавр. Урона очень много, урон практически мгновенный. И Кентавр, да, вот он, бедняга, сейчас еле-еле живой убегает. Не хватает маны, серьезно, не хватает маны на еще один Найтмейр. Поэтому, so bad, отстал от Кента. Да, в любом случае Геррокоптер фармит, Кентавр подойти к крипчикам пока не может. И со своей задачей постепенно справляются в легкой линии. Игроки The Brestamance. Но есть Год, которого нельзя остановить. Рядом есть Висп, в случае чего Год пока чувствует себя замечательно. У Квапы такой поддержки, как у Года, просто не имеется. Да, потому что Висп во вражеской команде. И даже подобной, даже подобной поддержки. Даже, да, даже похожей нет. Как и в принципе в доте. Да, да, вот Ио этим, конечно, очень-очень круто. Вот, причем смотри, как быстро Зайц перемещается. Он только что находился в центре. Проходит буквально 10-15 секунд. Он уже снизу. Он забирает одну руну богатства. Идет забирать еще и свою руну богатства. При этом бутылочка наполняется. И, ну, Ио просто в шоколаде сейчас. Даже несмотря на то, что он вроде бы толком ничего не делает. Но он своим присутствием распугивает людей. Сема встретился с киломансером. Пару иллюзий отправил Год на помощь Семе. И мы видим, что половину здоровья, даже больше Сент-Кинг теряет в этой встрече. Казалось бы, ненужной для него. Он перемещался в МИД. Он здесь периодически был. Он помогал Квинов Пейн. Но, как мы уже говорили, просто так зацепить Года, особенно при поддержке Зайца, практически нереально. Это сейчас нереально. А дальше с уровнем степени нереальности. Я сейчас сломал вообще русский язык. Но, тем не менее, она повысится. Там, смотри, снизу нападение. Да, и, понимаешь, без поддержки Ио он бы уже давным-давно умер. Так что Зайц очень-очень в тему здесь находится. Но я думаю, что и Кентавр так бы не подставлялся, если бы Зайца рядышком не было. Да, он без поддержки Ио просто по деревьям здесь бегал, по лесам прятался. Он потратил... Сколько? 9 тангов он потратил, по большому счету. У него 2 пачки было на старте. Да, получается, все свои запасы тангусов уже исчерпал. И... Что там получается? Год страдает. Висп ушел, посмотри, как Год страдает сильно. Да, а там Висп ушел, а Сэн Кинг пришел. И вот такая серьезная смена баланса, она, конечно, видна невооруженным взглядом. Сверху убивают Бримастера. Забрали через Сему, через Алоха Денса. Мы не пропустили ФБ? Нет, что ты! Хорош! Прошу тебя! Как же ты хорош! Хоть пиши на Реддите про то, какой же хороший обсервер появился у Старладдер. Я нашел свою стезю. Понижен, понижен. Не знаю. Как волен, только чуть-чуть. Обсервлен. Чуть меньше волен, да. Киломантер опять страдает у года четвертый уровень. На самом деле урона предостаточно, чтобы гнать Сэн Кинга, но решили забить на него. Здесь есть еще одна цель в виде Бэйна. Автолайф бежит. У Автолайфа нет тапка. Догнать трудно, so bad. Ну, размяли. Тут в общей сложности по 800 единиц здоровья на двоих. Срезали, идите лечитесь. Да, при этом так же вот я, так как с нового патча Доту еще не комментировал. Простите меня, зрители, которые уже очень-очень много Доты посмотрели. Буду стараться замечать какие-то вполне очевидные вещи, но тем не менее. То, что из-за того, что руны сделали вот так вот близко друг к дружке, сейчас постоянно, постоянно какое-то месиво за эти руны. Оффлейнер зовет к себе на помощь кого-то, с ним они дерутся. Причем чаще это встречается снизу, потому что там расстояние между рунами значительно меньше. И вот это, да, это видно прямо из игры в игру. Бэйн в этом плане очень хорош. Потому что ты просто заслипал кого-нибудь, да, и все, и побежал себе дальше. Одну руну отобрал, вторую руну отобрал. Смотри-ка. Дерутся с кентавром, ну, в принципе, забрать кентавра, опять же, не получится самостоятельно Бэйну, но вот подступить автолайпом мог. А там Бэйсбутс подлетели! Идеально. Просто идеально. Вот так вот получается. Очень своевременно подлетает тапок, и я просто видел, как Палантимос сразу прожимает и в погоню на бараже. Ну, классно получилось. Первое убийство. Это с выходом нового патча, на самом деле, одна из самых пассивных игр, которые я наблюдал. У нас шесть, там, пять с половиной минут прошло, два фрага, и то очень вынужденные фраги, могло бы их и не быть. Как-то очень пацифистично играют команды. Но за всем этим год фармит как не в себя. Год уже ушел в лес, у него практически есть шестой уровень. Все, шестой уровень получил. Сергей, и можно, я думаю, вместе с Веспом под кентавра, под того же, смело выходить в сложную линию, пытаться забрать гирокоптера. Да, гирокоптера можно пытаться, конечно, принять, пока у него ничего на плотность особо нет. И пара сапок развлекается против брюмастера вверху. Все, мы его стопят, Заяц его бьет. Очень интересно все выглядит. И все же, вот такой плотный брюмастер, при этом имея всего лишь первого уровня пассивку. Так, сбрасываются он. Опа, вот такого расклада в Вейн явно не ожидал. Минус Вейн, скорее всего, будет. Хотя нет, он успевает отойти по Цветыню, а туда уже сразу несколько телепортаций. Да, Клопа еще с ДД. Ой, прошу прощения, не с ДД, Клопа, а с Соник Вейвом. Так что для нее это очень вкусно. Заяц понимает, что он самый вкусный здесь, и поэтому уходит в сторону. Рубик убегает чуть севернее, да, и Ластилер вообще в противоположную сторону уходит. В общем-то, хорошо все закончилось для Веги. Они могли тут и нарваться. Развод на ТБ. Тут просто такая штука, когда ты настолько в таком статусе подходишь к игре, я не удивлюсь, если бы другая команда, знаешь, они все. Типа побежали, сейчас мы этих новичков каких-то там размотаем, все будет легко и просто. Но нет, Вега продемонстрировали дисциплину, не пошли дальше, это достойно отдельного внимания. Это тут ДО и Брюмастера забрали. СОУБЭТ тоже подставляется, Алоха идет за ним. Ну, не хватает пока маны на опен маунтс. Рейдж скоро будет, и у Алохи фейсбутс в откате. Застрял в крипчиках, не смог пройти дальше за Бэйном. Сема дежурит, но Бэйна поймать вряд ли сможет, и Брюмастер возвращается сюда. Брю, пока нет шестого уровня, нет ультимейта. Хотя же и драться. Добили, добили Сему, скорее всего. Да, будет еще один удар, тычка долетает, но не хватает урона. 5 или там даже 4 единицы здоровья оставалось у Рубика. А вот это называется calculated, вот это называется опыт. Я обычно говорю, заперло. Возможно, я даже чуть ближе к истине нахожусь. Ну, 4 здоровья, это, конечно, на пределе. Да, наверное. А Сема, значит, даже не оборачивался. Прекрасно понимал, он уже там покупки делал, думал, куда дальше буду идти, куда идти регениться. Я почти уверен, он все просчитал. Немножко в другом русле. Он рассчитывал, что этих 30 секунд он спокойнее будет... Книгу посчитает. Да, да, опочевать где-то в таверне. Хорошо, что по Зайцу. Вот я гляжу, бота у него по-прежнему ничего не поменялось. Рейндропы добавились. И, кстати, есть телепорт от него на нижнюю линию, потому что там убивали кит-тавры. Забрали через колдаун. Герокоптер это сделал. Тоже все видели. Все видели. Не устаю вообще поражаться. Свои проницательности касательно драк. Что вы имеете в виду, Дмитрий? Ну, просто как-то чутье подсказывает, где, когда будет драка. Практически не пропустил фрага ни одного. А еще раз повторюсь, опыта в этом деле у меня, не знаю, как у Бреста Мэнс на профсцене. Против Веге. Против Веге. Против Веге, да. Ты недалек от истины. Все так и есть. Ну, смотри, Бреста Мэнс пытались сломать вышку снизу. Ну, как, они, собственно, ручно ее не ломали, там только крипы пошли. Но в итоге, в итоге они тут и остаются. И кентавр, за неимением даггера, конечно, бесполезен пока. И даже шестого нет, поэтому быстро забежать не получится. И сейчас Бреста Мэнс, они будут убивать. Слушай, они правда будут убивать. Да, и не может прийти год на помощь. У него очень мало ресурсов, нет маны, поэтому нет смысла вообще сюда лететь. Восьмой уровень, безусловно, чувствует себя хорошо год. Но для драки он сейчас не приспособлен. И в итоге аккуратненько Вега-Сквадрон. Отошли назад, избежали сражения. Вышка в любом случае будет падать. Здесь шансов ее спасти практически нет. Но это Т1 Тавр. И отдавать себя еще в дополнение к Тавру решили не делать так. В это время Алоха Дэнс подъедает вышку вверху. У него уже почти готов Мордиган. Там копейки остаются, в принципе, на рецепт. Да, да. При этом какие-то дополнительные артефакты тому же Шторм Спириту для того, чтобы быть инфест-бомбой, не нужны. Это значит, что ты просто берешь Аромлет, берешь Шторм Спирита за шкирку, да, и говоришь, идем кого-то убивать. И если только вы не хотите потратить кучу времени, бегая двумя корами, да, и в итоге вы, в теории, можете вообще никого не убить. И отстать немножечко по заработкам. Поэтому нужен Кентавр. Но Кентавру до Блингдаггера еще ой как далеко. О нем пока еще, в принципе, рано говорить. Да, если говорить вообще о нотворцах, то первая позиция у Геррокоптера. Геррокоптер интересное решение. Сразу решил Линкен Сферу первым артефактом, а потом уже посмотрим, что нам делать дальше. Причем Герыч серьезно вырывается вперед на тысячу. Он уже опережает того же Лайстилера. Сейчас под подвышкой немножко наполучал Палантимос. Да, глифортификация. Но тут пока лишь один Заяц. И одного Зайца будет, естественно, недостаточно. Как только он даст о себе знать, сотрут в порошок. Ну, не круглого, а кубического, наверное. Круг в кубе. Причем тень у меня отображается круглая. Не знаю почему. Сема подставляется. Кулдаун работает. Еще и Финн сгрип на Зайца. Сему в итоге спасли, а Зайца уйти не смог. Ну, агрессивно начали действовать игроки Бестаманс. Они поняли примерно свою силу. И отличная реакция от Солбет. Усыпил Алоху, но для этого здесь есть Сема. Он разбудил Алохо Денса. И Алохо как-то с просонью зло выглядит. Просто пошел и съел Бэйна. Что-то я голодный проснулся. Прям как я сегодня утром. И действительно, смотри, Сэн Кинг оказывается снизу. Вот, наконец-то, темп игры потихонечку нарастает. Потому что появляются какие-никакие необходимые артефакты. Сэн Кинг, правда, теряет слишком много здоровья снизу сейчас из-за стати Кремнантов. Шторм Спирита. Но и нырнуть глубже не сильно хочется. Потому что ты получишь сразу же подкоп. И больше ничего не сделаешь. Слушай, а Шторм полетел дальше? Он же так всю Ману сейчас потратит. Да? И его высасывают. Его усыпляют. И кричат на него. Все. Легчайшее убийство. А Ману, конечно, всю потратил. Но ХП у него немножко раньше закончилось. Обидно. Ну, вот это, пожалуй, да. Это очень оброметчиво. То, о чем ты говорил. Из разряда сейчас пойдем молодых накажем. Как-то Год даже... Какое-то время играл аккуратно при поддержке саппортов своих. Здесь же Год решил нырнуть за Т1 Тавер. Опять же, не имея информации. Есть там сейф ТП, нет там сейф ТП. А оно было. Принято. Да, причем ты же, по сути, ты ныряешь под Сент Кинга. То есть ты фактически сразу получаешь оглашение. А дальше дело техники. Там, если Бейн есть шестой уровень, там, или у него, правда, Финс Грипп пока еще в откате. Но, допустим, любое продолжение, ты фактически труп. Кстати, я смотрю на Гирокоптер, а Гирокоптер не изучает ракетку. Ну, ракетку там немножко понерфили. Поэтому, да, она не так круто смотрится. Алло Ходенс пытается уйти от Брюмастера. Ловит камень. Продолжает погоню, но едва ли смогут забрать его здесь. Висп на помощь идет. И готовы, видимо, Брюмастера ловить после того, как закончится ультимейт. Да, после Праймал Сплита. Ласт Хироу очень много вливают урона и забирают Брюмастера. Вот она вторая наглость, ответная. И за нее тоже наказывают Вега Сквадрон. Да, да, как-то Брюмастер слишком беспечно там перемещался. Понятно было, что его попытаются забрать в момент его обратной трансформации. Но что-то не стал отходить заранее. А мог. Времени у него было предостаточно. Он там сам по себе загулял. Аквин оф Пейн перетягивается вверх. И не только Аквин оф Пейн. Сюда подтягиваются еще три героя. Пока только Сулбет появляется на карте. Но уже тянется сюда. И Сент Кинг и Гирокоптер. Пытаются остановить Автолайф. Автолайф на него летит ракетка. Пытается Висп его немножечко хотя бы по здоровью приподнять. Но Автолайф в итоге отправляется в таверну. Висппад уже забрали в размену одного Бейна. И Алоха Дэнс в неприятной ситуации. Надо уходить. С позиции огромные проблемы у Ио. Он постоянно попадает в такие неприятные ситуации. Вот он умирает одним из первых. Такого, конечно же, быть не должно. Причем сейчас он пытался использовать Релокейт. Но не вышло. Потому что там рядышком оказался СК. И он его копнул. Собственно. Ио как-то немножко, не знаю. Тоже опрометчиво. Действует. Пожалуй. За всей этой дракой у Сент Кинга появляется Даггер. И Брюмастер приобретает себе Даггер. Стоит ожидать агрессии от белорусского коллектива. В принципе, можно формировать драку сейчас. Через врыв Сент Кинга уже можно поагрессивнее действовать. До этого, по сути, кроме Квин оф Пейн, никто там на голову не мог прыгнуть. Да. Можно это было сделать Шторм, там, Висп, в любом случае. А у Веги сейчас проблема. Потому что Кентавр, глядя на этих два Блинк Даггера, у него сейчас скупая мужская слеза скатилась по его Кентавре щеке. Он о Блинк Даггере пока только лишь мечтать может. У него тысячи еще не хватает. При этом Квин оф Пейн, она рядышком. Она будет, возможно, даже добивать Кентавра. Если тот появится на линии, не угадывает с направлением Сохи и все, убегает. Очень много вардов, я смотрю, во вражеском лесу у Веги. Но там никого нет, потому что Брестомэнс просто оккупировали верхнюю часть карты, забирают там еще и Зайца, ко всему прочему. Да, Зайца снова подставляется. Кентавр ушел, я тут и за Автолайфом наблюдал, и видели, в принципе, как и Виспа забирают. И пока как-то такое ощущение, что Вега немного растерялись. У них за всем этим делом, Год вообще вне какой-либо активности, Год просто фармит, пушит. И такой сплит пушащий Шторм Спирит получается, но уже очень много времени внизу проводит. Пойдет ли защищать свою вышку? 12 уровень берет, в принципе, да, можно лететь. И летит уже Год под Драку Финс Гриб. Тем временем в Алоха Денсу, но Алоха Денс жив. Сэнд Кинг готов рываться, но ни в кого, по сути, урон не вносит. Сэнд Кинг, ну и Год уже здесь, Год расстреливает Сэнд Кинга, должны его забирать. Сэнд Кинг прячется в Сэнд Сторм, но ничего не удается сделать. Минус 2 уже делает Вега Складрон, разоралась Квинов Пейн, но все живы. Тут строй не сломали и подрались достаточно уверенно. Ну и Ласт Хироу тоже очевидно. Нет, видимо, не так очевидно. Будет отправляться в таверну, он в другой раз, пока его не нашли. Вот, и сейчас великолепно все получилось у Зайца, потому что он не подставился, он не умер первым. И как итог просто восстановил колоссальное количество здоровья, да, вытащил с того света условного лайфстилера. Хотя ладно, лайфстилер там сам по себе еще половину столба примерно имел, но вот Рубик, мы видим, там не умер. В принципе, урона много нанесли Вега, ну и как итог, да, безоговорочная победа в этом сражении. Но победа, она только чуточку уравняла сейчас экономику. То есть Вега ведь не впереди, как мы изначально пророчили, что там игра будет достаточно легкой, но все не так просто. Я не исключаю того момента, что сейчас на Шторм Спирите, например, появляется Бладстоун, и они с лайфстилером быстренько зарядов 15 наберут. Вот буквально за следующих 10 минут. Это возможный сценарий. Смело это может быть. К тому же лайфстилер действительно намного опаснее становится с появлением дезолятора. Все верно, тут копейки остаются Алхо Денсу до покупки этого артефакта. Ну, вроде как первый, знаешь, первый напор, первый натиск своих оппонентов сдержали Вега-Сквадрон. Сейчас будут серьезной мужицкой рукой какую-то ответку формировать. И все ближе и ближе, медленно, но все ближе и ближе автолайф к Даггеру. Может где-то минут через 5 появится. Если он сейчас не умрет, потому что там сверху уже люди. Причем очень много людей. Тут вся команда. Да, 5 человек. Есть ли возможность Году прилететь? Да, у Года есть ТП, у Года есть уже Бладстоун и можно драться. Я думаю, хотят сражаться. Так что Год, скорее всего, придет дефать вышку. Это все будет без автолайфа. Ну и Заяц вместе с Алхо Денсу. Пока бьет Год, нужен здесь. Год уже летит. Летит в спину Год. Ловит Бэйна. Сбивает ему Финс Грипп и должен избивать самого Бэйна. Год не дает себя поймать. И в итоге Солбет не погибает. Ну и Год чуть было не подставился. Улетел из этой драки. Слушай, а неплохо расконтролили героев в Виге сейчас Бреста Манс. Сработает ли пассивочка? Да, была серия промахов, но Лайфстилеру и этого хватило. В итоге неплохая попытка атаки от белорусской команды. Изрядно заставили понервничать они Ио. Но Лайфстилер вышел победителем. Заработал он больше всего здесь денег. 500 монет с копейками. И урона он нанес, конечно, колоссальное количество. Вот 2500. Ой, там продолжение банкета. Да? Умирает Лайфстилер? Серьезно? Только-только я его похвалил. Давай похвалим Бэйна. Бэйн, конечно же, тоже умрет. Но я это знал заранее. Ой, а Сёма украл ведь Соник Вейв. Коварный, Сёма. А вот так драк... Драка не заканчивается вверху. Ну, все это время Год фармит. Год, кстати, за всеми этими перипетиями набирает себе два заряда в Бладстоун. Вот уже у него всё достаточно неплохо выглядит. И Штормспирит просто разгоняется. То есть Год, в общем-то, на карте не появляется. Но за всем этим он фармил, фармил, ещё раз фармил. И он практически не отставал от Гирокоптера, который не так давно был на первых позициях. И Год становится всё опаснее и опаснее. Да, и Лайстиллер, и Кентавр все становятся только лишь опаснее. У меня лишь одно опасение, что как только Вега наберут определённую критическую массу, они за счёт какого-то чуть более весомого опыта одну-две грамотных драки проведут и сломают всё. Это у меня пока вызывает главное опасение. Но что вселяет в меня надежду, это наличие такой мощной Queen of Pain с Орхидом уже. Что может не позволить тому же Лайстиллеру прожать Рейдж, например. Тот же Сэн Кинг с ранним Блинг Даггером. Да, у него помимо Блинга ничего толком и нет, но и так пока сойдёт для Киломансера. Больше нечего ожидать. Под Вардом только что, кстати, СК пробежал. И могут на него напасть. Но это будет и меньшая из потерь, если заберут конкретно его. Смог был использован. Смог спадает с одного, с других. Прыгает наобум, автолайф. Ну как наобум. В общем-то в деревья. Понятно, что Вижн здесь был отчасти. Дальше летит Год. Попытаются забрать Бэйна. Бэйн старается спасти себя. Бэйн пока спит. Но и драка продолжается. Шторм Спирит. Поймали его Финс Гриб. И Год уходит из-под фокуса и не погибает. Он отпрыгивает в самый последний момент. Но здесь еще и Сэнд Кинг с потрясающим подкопом. Вышка атакует еще и Алоху. Алоха успевает переключать Армалет. Но Квапа сейчас крикнет. И будет очень больно. 10 секунд до ультимативного крика. Да и не понадобится. Он минус 4 от белорусов. Воу. Я так в надежде. Я думаю даже игроки команды Вега Сквадрон в надежде переводили взгляд на Шторм Спирита. Тот улетел на собственный шрайн. Восстанавливал себе ману и здоровье. Я думаю имел в планах ворваться. И ответную реакцию какую-то показать. Но нет. Год к моменту когда восстановил себе хотя бы половину маны. Уже не с кем было драться. Как-то спина к спине. Все были в таверне. Спасибо. Спасибо. Нужно сказать Last Hero на Брюмастере. Потому что он очень четко поднял ИО. Не дал тому нормально как-то мансить. Кнопки нажимать. В общем заниматься своими стандартными весповьими делами. И да. Почти убили того же Шторм Спирита. В итоге вынудили его ретироваться. А остальные просто убежать и не могли. Лайстиллер с рейджем заходил. Следовательно выйти уже в рейджи не мог. Кентавр сам по себе неповоротливый. После того как уже нажал Стампид. В общем круто-круто дерутся белорусы. Мне очень нравится. Мне главное чтобы гирокоптер со временем. Да у него денег много. Мы это видим. У него действительно хороший нетворс. Лучший на карте. Но при этом у него линкинг сфера. Которая по урону например ничего ему толком не добавляет. А это необходимый момент для гирокоптера. Наличие большого количества урона. Но и живучесть ему конечно же тоже нужна. Сейчас просто я думаю с каждой минуты он будет набирать артефакты на урон. По живучести он уже укомплектовался всем необходимым. Едва ли тут в скором времени будет появляться Блэкинг Бар. При наличии линкинг сферы в общем-то можно жить. Я думаю тут опять же Сэнджин Яша. Еще какой-то артефакт можем увидеть на урон от него. По типу манки Кинг Бара. И сейчас есть неприятности некие у Вега Сквадрон. У них все так же силен Шторм Спирит. Вот за ним приятно наблюдать. Год не умирает, что очень важно в драках. И последний момент показательный был. Да, кстати на тему манки Кинг Бара. То что все уже нет манки Кинг Бара. Чего? Рип артефакт. Он же бесполезен. Похоронил. Да, он же бесполезен теперь. Ну как, относительно бесполезен. Если есть Бладторн, например, у которого намного лучше характеристики. Так, сейчас нападение на Сэн Кинга. Сэн Кинг чуточку ошибается. Но там был Стампид. Тяжело было попадать по Шторм Спириту. В таких условиях. И начинают душить Шторм Спирита. Отличный врыв. Так же еще и от Брюмастера. Зайца заберут. Сдувают еще и года. И один лайфстилер тут остается. Нет, не один. Еще автор лайф на месте. Но Сэн Кинг отлично копает обоих. И закапывает их. Год опять на этот праздник жизни не успевает. Немного совсем делали телепорт. Центральную линию. И ничего не смог сделать. Год, кроме как забрать Сэн Кинга. Не доживает команда до врыва года. Год либо уходит из драки самостоятельно. Путем эскейпа. Либо же погибает и уходит в принципе тоже из драки. Но вот когда он возвращается, команды практически нет. Не с кем драться. Этого не хватает. Какая-то чувствуется пропасть между Годом и остальными персонажами. Алоха Дэнс год более-менее. Но дальше просто посмотри на Нетворс. Что вообще происходит. 4 700 у Афтолайф. Третий корр он не существует пока у Вега Сквадрон. Ну в экономике так точно. Да, так он со старта очень сильно отставал. Вот ты помнишь, мы про его Блинг Даггера очень много говорили, что беден. Беден Кентавр. И Кентавр в этой игре темповым совсем-совсем не вышел. И сейчас это проблема героя. Знаешь, это вот как с Легионкой, только Легионке, наверное, даже попроще. Если ЛС может купить там условный Блэйд Мэйл и просто дуэлить любого с надеждой нанести как можно больше урона, то у Кентавра остается по факту Стампид и фиксация. Все. А дальше он урона не вносит. Он какой-то угрозой не является. Оглушение там всего лишь одно есть в наличии. Так, сейчас вот он. Вот он его использовал. И, ну, окей. Три секунды, правда, Бэйну. Три секунды не хватило до Финс Гриппа. Вот так бы и Лайстилера задушил. Тут касательно предыдущей драки массовой. Очень сильное приобретение у коллектива Бреста Манс. Покупает себе Блэйкинг Бар, Квин оф Пейн. И покупает, по сути, себе бабочку Гирокоптер. Надо просто добежать до магазина. Он ведь дрался без нее. Он дрался все с той же несчастной Линкенсферой, Фазами и Аквилой. Это все, что было у Гирокоптера. Вот сейчас у него появится серьезнейший артефакт. На Агильщика, на Дэмэдж Дилера. Вот, пожалуйста, с бабочкой. Я очень, я очень рад, что выбор пал именно на бабочку. Потому что все-таки главная цель это Лайстилер. Вернее, ты жертва главная для Лайстилера. И, естественно, ты просто уничтожаешь героя таким артефактом. Потому что ни о каких там Блэйкинг Барах речи быть не может. Следовательно, ты почти неуязвим. Ну, а плюс у тебя еще и новая активная способность. Ну, старая новая, да, видоизмененная. Это Флаттер. Которая позволяет тебе там на 2 секунды значительно ускориться. И, возможно, оторваться от Найкса того же. При этом не теряя его ворота. Что очень-очень важно. Да, и плюс Гирокоптер. Опять же, герой, которому надо достаточно быстро выстреливать флагкэнон. На 15 уровне берет себе дополнительные заряды флагкэнон. Ну, то есть он может в считанные секунды внести вот свой ДПС по всем героям. Удачный кулдаун. Удачный выстрел. Гирыч сейчас просто псих. У него там почти 2 атаки в секунду. То есть свои... Ой, там квапа БКБ нажала и телепортируется сейчас. Немножко преждевременное было поражатие БКБ. Но Ио работает хорошо, да, увозит. Там портал такой рыженький появился снизу. Ну, уже ждут чайки-коршуны. Воронье. А в это время Автолайф вместе с Лайфстилером решили напасть на Сэнд Кинга. И Сэнд Кинг вроде как ушел уйти в Сэнд Сторм, но только отчасти. Ну, понятно, Виспа забрали тут без шансов для него. Ну, неплохой ответный фраг. В принципе, Сэнд Кинга разменяли на Виспа. Достаточно неплохо. Для Лайфстилера это тоже нормальная штука. Для того, чтобы он себе какие-то дополнительные артефакты покупал. Вижу, что для него это также будет Линкен Сфера. Очень популярный нынче предмет. Линкен Сфера. И телепортируется. Да, все. Телепортируется окончательно. Ну, Линка, конечно, на Иксу необходимо. Для того, чтобы во время действия Рейджа Бэйн не мог его как-то остановить. Тут вообще очень важно. Бэйн сильно портит жизнь. Я думаю, Линк... А, ну, понятно. Год тоже Линкен Сферу будет собирать. Все-все будут Линкен Сферы сейчас покупать. Поэтому задача для Бэйна, она вроде бы как усложняется. С другой стороны, ну, купили вы кучу этих Линкен Сфер. Окей, Бэйн может и других, по сути, пытаться душить. Ну, ладно, ладно. Кором без Линкен Сфер реально сложно. Было бы. Но сейчас уже ситуация быстренько стабилизируется. Там тысяча до рецепта года остается. Ластилер вроде как уже готова Линка. Автолайф спрятался в деревьях. У меня было ощущение, что будут внизу пытаться навязывать драку. Вега-сквадрон сколько там до Нарилокейта. Зайцу еще 30 секунд. Поэтому пока Автолайф просто прячется здесь. Забрал пачку крипов и за ним побежали. Ой-ой-ой. А как же близок был Киломансер. Там десятая доля секунды отделяла его от очередного убийства. Появляется Мидос на Кентавре. Вот. Это просто от безысходности. Когда ты понимаешь, что очень сильно отстал по уровню, по денежкам. И понимаешь, что без Мидоса ты вообще в эту игру не вернешься. Потому что стадия фарма уже закончилась. Ты уже не сможешь просто ходить и бить крипов. И тебе просто необходимо откуда-то брать эти деньги и опыт. Ну вот, пожалуйста. Мы ломаем вам базу. А ты используй Мидос. Давай, Кентавр, фарми. Таким образом, Праймал Сплит использован. Глиф в это время прожат командой Вега-сквадрон. Но вышка будет падать. Т3 вышку в любом случае заберут. Вот и Брюмастер, и Гирокоптер. Серьезная угроза для строений на базе. Сохи тоже настреливает в год. Врывается в спину. Пытается поймать Квин оф Пейн. Квин оф Пейн не успевает пока прожать Блэкинг Бар. Включает БКБ квапа и начинается на развороте драка. Трипл кивот Гирокоптера. Один несчастный, 4 фрага. Один несчастный артефакт на урон купил себе Гирокоптер. Ну, такой несчастный. Ты так говоришь, это тир 1 артефакт. Ну, топ тир в смысле артефакт для такого персонажа. А акцент на слове 1. Да, да. То, что он 1-то критикально все изменил, это да. Но и стоит отметить хорошее контур-инициирование от команды Бреста Мэнс. Потому что Сэн Кинг отрабатывает. Вот весь свой блинг и тапок голый он сейчас отрабатывает на 100%. И в итоге первая карта уходит в актив белорусской команды. Это для меня, по крайней мере, неожиданно. Но, учитывая то, что я видел, мне все понравилось, все вроде бы понятно и закономерно. Да, вот и удивили. Вот и показали достаточно такую уверенную, качественную игру. К Vega Squadron претензий, как таковых, там особо и нет. Заяц в нужных моментах исполнял. Да, там, конечно, не без ошибок, не без подставлений. Но, в общем-то, я лично, я думаю, и ты тоже давал как бы больше фору команде Vega Squadron. То есть, возможность ошибаться, мне кажется, у них даже еще и выше была. Можно было бы камбэкать. Чисто на классе, чисто на опыте сыграть. Но, как оказалось, тут дисциплина бьет класс. И хорошая, уверенная игра от белорусского коллектива, с чем мы их поздравляем. Первая карта отходит к данной команде. Тут, я не знаю, надо собираться веге. Надо реально что-то думать и уже не получится просто так пройти дальше. Думаю, следующую карту мы гораздо серьезнее в их исполнении увидим. А может, как раз белорусы их разбудили. Vega Squadron вспомнит, как играть серьезно. Да, должны, должны, я думаю, вспомнить. Ну, все-таки сейчас битва не на жизнь, а на смерть. Вроде как у нас в этой квалификации и есть нижняя сетка. Но, естественно, туда падать не очень-то и хочется. Да, на сегодня у нас, в принципе, для тех, кто не особо в курсе, запланировано три матча. Это вот Vega против Breast of Man's. Сейчас мы с вами смотрим далее. У нас Empire Gambit. И после этого, кажется, победителя этих двух пар и столкнуться в битве. Кстати, мы сегодня и узнаем уже первую команду, квалифицирующуюся во второй фазу квалификации. Как-то так. Хорошо, ну что ж, далеко не расходитесь. Уходим на небольшую музыкальную паузу и услышимся уже на второй карте. Коллективы Vega Squadron против Breast of Man's. Оставайтесь с нами. До связи. Продолжение следует...